МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"70-е годы – это время, когда в Дагестан приезжает очень много художников, которые – это и экзотика, и открытие другой культуры. И очень много талантливых авторов оказываются в Дагестане. И один из таких аулов, который становится местом притяжения, это, конечно, аул Балхар. Они ездят. Вот Балхар и Кубачей – это два селения, которые хотят посетить все приезжающие в Дагестан авторы. Вот один из таких художников – это Боровков. И у нас в музее хранится ряд его работ. И одна из них – это по дороге в Балхар. Наверное, это вот такая типичная картина горной дороги, где одиноко идет женщина. И как бы это настолько нам знакомо, настолько это могла быть дорога в Балхар, это могла быть любая дорога, потому что вот так вот наши бабушки и прабабушки сами по горным дорогам, никогда им была нужна посетить какое-то другое селение. Но надо сказать, что очень известный факт, что болхарки производили керамику, а с бытом ее занимались мужчины, но они уезжали уже в такие далекие селения, а в аулы расположены неподалеку относительно. Судахар, Акуша – болхарки сами привозили свою керамику и продавали. И вот, ну, и были какие-то и другие нужны, почему, так сказать, люди из одного селения ходили в другое. И вот здесь вот такую вот фигуру женщины, идущую среди ска, запечатлел среди горы, запечатлел Боровков. Надо сказать, вот эта вот картина очень напоминает строки Расула Гамзатова, что в летние дни и в осенние дни, в дни, когда ветер сдувает по рушу, видел я женщин Аульских, они тянут на плечах извечную ношу. Надо сказать, что еще вокруг селения, как мы знаем, находились террасы, вот какие-то участки, где тоже женщины занимались сельским хозяйством. Как бы непонятно здесь, откуда идет эта героиня. Но художника вот именно запечатлела такая женщина, может быть, необычная для взгляда городского жителя, одиноко идущая по среде скал, среди такой величественной природы, идущая по горной дороге. Рядом со мной мы видим работы замечательного российского художника, народного художника России Ивана Васильевича Сорокина. Это очень значительный российский художник. Вот в начале 2000-х годов в Москве в Третьяковской галерее состоялась выставка таких очень именитых российских художников, Мичри, Зверева и Сорокина, на которых они представили свои произведения. И интересно то, что Сорокин представил именно свою дагестанскую серию как одно из лучших его циклов, одно из лучших произведений из того, что им создано. Хотя эти работы вот 60-х годов. И я встречалась с Иваном Васильевичем, разговаривали о вопросе приобретения для музея. Но, к сожалению, по финансовым причинам это не было осуществлено. И он мне тоже так о своей дагестанской серии говорил, как об одних из лучших своих работ, которые им созданы. И одна работа нам была передана Росизо, и две работы, тоже связанные с Балхаром, нам подарила его супруга, уже в тактому времени вдова. Эти работы представляют тоже очень интересный цикл. В 58-60-м году Сорокин и Цигаль, тоже очень известный российский художник, приезжали в Дагестан и работали. Они посетили разные селения Дагестана, но особенно много они работали в Кубачах и в Балхарии. И эти работы были очень высоко отмечены критикой, когда они потом выставлялись. И Цигаль за свою серию в Дагестане даже получил серебряную медаль Академии художеств. И им, Цигалюм, была выпущена книга в Дагестане, где он, как иллюстрированный рисунками, сделанными во время этой поездки, посвященный как раз их пребыванию Сорокином в Дагестане. И очень рекомендую тем, кто интересуется нашей культурой, почитать, потому что и очень хороший текст им написан, и замечательные иллюстрации. Вот здесь вот, как я говорила, им создана очень большая серия, которую можно только сожалеть, что эти произведения находятся в нашей коллекции в очень маленьком таком, ограниченном масштабе. Но это прекрасные работы. И вот эта вот работа Ивана Васильевича Сорокина 59-го года «Аул Балхар» – мне кажется, один из лучших пейзажей, в которых художник передал и вот такой вот, кого-то бы раскаленный от солнца аул. И этот аул, который тоже кажется, что он как бы вне времени, что он существовал изданно, что, может быть, это вообще как бы и другое время, что это какое-то и там, и 18 веке, и 19 веке, что он как бы не изменился почти с тех пор, хотя вот этот вот селеграфный столбик показывает нам, что это все-таки уже новое время. И в то же время этот аул, который не памятник, а который живой, в котором спешат люди, которые выходят из аула, идут в аул. Ну, замечательная работа, на которую стоит посмотреть. Вот. И работа «Дорога в Балхар» и «Гончарка из Балхара». И опять удивительно, как вот этот художник смог передать и вот этот вот простор, который открывается за домом мастерицы и вот эту как будто бы влажность глины в ее руках и вот такими как бы скупыми средствами ее облик, как она склонилась над этой работой, как она лепит свой кушин. Это действительно художник очень высокого уровня. И рядом находится еще одна скульптура, посвященная Балхару старой мастерице из аула «Балхар» в работе известного российского скульптора Шилова. Ну, я назову его работой. Это памятник Гагарину в Константиново, в Юст Майковскому в Калининграде. Это известный российский скульптор. И вот тоже, побывав в Балхаре, он создает несколько скульптур, одна из которых находится в нашем собрании. Надо сказать, что аула Балхар притягивал художников. И вот творчество Магамида Магамедовича Шабанова говорит об этом, начиная с конца 70-х годов по 90-е годы. У него появляются работы, посвященные в разные годы, посвященные Балхару. Это и жанровые композиции. Вот такая сюжетная работа «Гости из Балхара». Мы, работая в следующем зале, увидим его большую абстрактную композицию «Балхарская сюита». То есть вот эта вот тема Балхара осмысливается художником в разных аспектах. И, конечно, дагестанское искусство невозможно представить без Галины Васильевны Конопадской. Вот вы видите рядом со мной ее мастерицу за работой из частной коллекции и болхарки. Мы говорили о том, что одна из наиболее частых тем обращения к Балхару – это вот «Балхарка за работой». Вот как раз перед нами находится такая керамическая группа Тамары Мусахановой, где как раз мастерица, передающая детям навыки своего мастерства. Но вот совершенно по-другому обращается к этой теме Альберт Захарович Хаджаев. Мы видим его здесь, Балхарку. В этой работе мы видим совершенно другой подход. Это образ молодой девушки, погруженной в какие-то раздумья, решающие какую-то задачу, которая перед ней стоит. И вот он передал такой сосредоточенный ее образ, углубленный, сжатые роги. Все ее состояние показывает, что она решает какую-то проблему, какой-то вопрос, стоящий перед ней. И в этой работе вот эти традиционные украшения этой девушки и вот ее внутреннее состояние как-то заставляет, наверное, зрителя задумываться о каких-то вечных проблемах, которые решает человек и молодая девушка, и женщина. В целом, вот это именно такой психологический портрет, портрет личностный. И надо сказать, что вот этот образ Балхарки, его очень привлек. у него эта работа 96-го года и сейчас на коллекции, но у него еще в собрании нашего национального музея есть похожая работа, то есть он искал какие-то подходы к решению этого образа. тоже вот Балхарка, то есть, собственно, как бы несколько вариаций этой работы. Это вообще художник, который работает очень углубленно, как бы разрабатывая какую-то тему, это вот уже такой второй вариант, более такой законченный, более такой глубокий. И хочу сказать, мы говорили о том, что Балхар рисовали и в разных жанрах, это и сюжетная картина, прежде всего, и портрет, и, конечно же, пейзаж. Вот здесь мы видим два замечательных пейзажа 70-х годов. Это Горькова, аул Балхар, и замечательный пейзаж Мурзабекова, где аул Балхар, как будто он вырастает, как гора из... вот эти дома, они сами как бы напоминают какое-то природное сооружение, и в центре находится озеро, в котором отражается вот этот аул и его жители. И рядом находится работа Амара Ефимова, базар Вакуша. Как мы знаем, это тоже селение расположено относительно недалеко от Балхара, куда балхарки приносили свои изделия. И вот такой осенний базар, где продаются фрукты, сушеное мясо. И, конечно, то, чем славится этот регион, это балхарские кувшины и вот балхарская мастерица, которая их привезла на продажу. Надо сказать, к Балхару обращались очень многие дагестанские художники и, конечно, вот такие замечательные художники этого старшего поколения. Это Харула Магомедович Курбанов, как чую работу балхарки вы видите рядом со мной, и Галина Васильевна Пшеницына, которая такой небольшой, камерный, но очень красивый натюрморт написан. Ей балхарская игрушка. Балхар славится и керамикой, и ткачеством. Но есть еще один вид искусства, который малоизвестен для широкого зрителя. Это балхарские мужчины занимались ювелирным искусством, но занимались преимущественно отходничеством. Они работали в разных городах и России, и Северного Кавказа. И сегодня балхарцы занимаются ювелирным искусством, но среди балхарских мастеров и за ним выделяется Магомед Гаджи. Магомед Гаджиев – замечательный ювелир, который делает не только какие-то массовые вещи, но и эксклюзивные работы. И вуде замечательные шахматы Магомед Гаджи, Магомед Гаджиева. Он участник и многих общих выставок. Недавно у него состоялась персональная выставка в выставочном зале Центра народных промыслов. И вот здесь мы с удовольствием попросили его представить нам, его замечательные шахматы, выполнены в технике филиграния. Представляю вам с удовольствием еще один необычный вид обращения к балхарской теме – это керамические блюда. Одно из них выполнено нашей дагестанской художницей, которая расписывает фарфур и керамику, Дианой Гамзатовой. Другая – это керамическая коленка Александра Даннова, уроженца Дагестана, который в 70-е годы окончил художественное училище в Ленинграде, его творческая жизнь уже оказалась связана с этим городом. Но он приезжал в Дагестан, и вот такое вот его керамическое блюдо – балхар. И, конечно, вот такие вот матрешки-марьяшки, которые появились у Дианы Гамзатовой, которые ее творческое изобретение, когда традиционную форму матрешки она расписала в дагестанском стиле и назвала их «марьяшки». Вот такая вот балхарская марьяшка представлена у нас. Стилистические работы, представленные на нашей выставке, тоже очень разнообразны. От почти этнографически точных работ 30-х годов до абстракций, которые были модны уже в 90-е годы. И мы видим вот здесь посвящение балхару Апанди Магомедова и балхарка Ибрагимова. Весьма плодотворным было пребывание в Дагестане художника Юрия Георгиевича Кириченко. Он в 70-е годы побывал в Дагестане, объездил очень многие ауны Дагестана и на основе рисунков созданных там и акварельных работ он уже в России создал серию афортов. Вот свыше 100 работ им созданных, посвященных Дагестану, и у него как раз эта тематика очень обширна. Но в данном случае нас привлекает его балхарская группа вещей, которые он нам подарил. И здесь интересно, что помимо мастериц, у него и мужские образы балхарцев, что, в общем-то, мало. Вот мы видим среди работ, посвященных балхару, обычно все-таки изображали женщин, мастериц. Но здесь мы видим очень выразительные мужские портреты. И хочу также обратить ваше внимание на тот же ряд работ, выполненных в Балкаре нашим замечательным художникам Аслангереям Акавовым. Мы с вами говорили о Викторе Ефимовиче Цегале и о Иване Васильевича Сорокину. Вот здесь мы видим как раз работу Цеголя, выполненной в Балхарии. К сожалению, у нас небольшая группа его работ, но очень выразительных и хороших. Это вот разговор «Две матери» и «Вазар» рядом с Балхаром, в Цудахаре. Замечательная точность этого художника, выразительность. И я опять хочу сказать, что ученик Аниды познакомится. Вот она есть в нашей библиотеке. Книга «Дагестани Цеголя». Попадая в Балхар, часто художники создавали целые серии работ. Такова вот серия Юрия Филипповича Николаева, который в 65-м году, оказавшись в Балхарии, сделал ряд рисунков, и которые тоже были переданы в дар нашему музею. И они впервые экспонируются на этой выставке. Это и улочки Балхары, и жанровые сцены, и портреты детей. И это вот тоже такие замечательные отклики прошлого, которые мы сегодня видим. Мы видим и жанровые картины, и натюрморты, и пейзажи, и портреты. И вот здесь вот перед нами открывается тоже целая галерея графических работ и Амара Мусинова, и художника Хезруева, и замечательных братьев Сунгуровых, и Горькова, чьи работы мы видели, которые очень по-разному, очень тонко, но очень выразительно отображают то, что поразило их в этом седине. То, что поразило, то, что заинтересовало, то, что легло им на душу. Мы находимся в первом зале нашего музея, и хочу сказать, конечно, балхарская керамика это часть, непременно обязательно часть нашей постоянной экспозиции. Но выставка балхара не была бы невозможна без дополнительного материала, и мы представили здесь наиболее интересные экспонаты и из наших коллекций, и из частных коллекций. Мы неоднократно говорили, что это очень древнее искусство. И вот я хочу показать вам какие-то наиболее уникальные экспонаты, которые были нами отслежены, которые свидетельствуют об этом. Вот здесь вот замечательный большой кувшин для хранения зерна какви, украшенный таким треугольным элементом. Это очень древний элемент, и в зале нашего музея на втором этаже, в восьмом зале, вы видите дверь отца горок от XVIII века, которая как раз украшена вот такими треугольниками. И очень редкий экспонат – это вот этот кувшин со стилизованными, но очень явно читаемыми фигурами лошадок. Старинные формы болхарской керамики – это такие восьмигранные фляги, многоручные кувшины. Замечательный экспонат нашего музея – это вот такой вот двуручный кувшин для хранения сыпучих продуктов с треугольными элементами, замечательной росписью красным и белым ангубом. Уже, к сожалению, в 20 веке вот эта красная глина исчезает в Балхарии, и кувшины расписываются в основном белой глиной, а вот еще старые предметы болхарской керамики, они расписываются двухцветно – красным и белым ангубом. Ну, я думаю, что красота и цифровых выразительств, она сама рассказывает зрителю о том, какое это было интересное и самобытное искусство. И хочу вам показать еще две работы, которые, я думаю, будут нам интересны. Это, во-первых, работа художника Амара Гусинова в Балхарке. Это работа 65-го года, была его дипломной работой, но она оказалась такой удачной, что ее сразу рекомендовали на выставку, зональную выставку «Советский юг», что было таким беспрецедентным явлением, чтобы работа выпускника сразу была на такую солидную выставку, рекомендована. И там она тоже получила такие хорошие отзывы, что его сразу рекомендовали в Союз художников. В этом году мы отмечаем юбилей этого художника. Вот как раз его работа, дипломная работа, которая сразу заявила об этом талантливом мастере. Она нам присутствует в экспозиции нашего музея. И за мной находится замечательное полотно художника Мальцева, питерского художника. Что интересно, это его единственная работа, сделанная в Дагестане. Он работал в Балхаре, сделал там зарисовки, но, конечно, заканчивал уже в Петербурге. Потом эта работа была приобретена для нашего музея. Эта работа отображает Балхар не как центр производства керамики, которая обычно вот эта идея была близка всем художником. Это отображает Балхар как аул с очень древними традициями, с древней культуры. Вот здесь такой выбран знаменательный момент для жизни любого селения, переход невесты в дом жениха, когда в этом обычно участвует почти все селение, вот, и не только родственники. И это событие всегда в дагестанской культуре, как и в культуре многих народов, обвеяно определенными легендами, определенными обрядами. И Балхар вот отличался такими особенностями, что в процессе, выходя из дома невесты, она очень медленно шла к дому жениха, и даже есть такая поговорка, что собираться как балхарская невеста, потому что они двигались с остановками, и сопровождающиеся со стороны жениха, и невесты танцевали, и вот так, и только, бывало, что выйдя утром, только как бы уже ко второй половине дня они добирались до дома жениха, но здесь вот художник стремился в момент, может быть, вот этого танца, может быть, это вот уже они подошли к дому жениха, но важно, что вот здесь вот это действие, в котором участвует как бы вся жизнь аулов, и маленькая девочка, и пожилой мужчина, который встречает, и взрослый мужчина, который их сопровождает, и женщина в таком традиционном балхарском костюме, украшено множество нашивок, вся ее поза такая величавая и такой танец, который сохраняет вот эти архаичные какие-то мотивы, что все это отражает целение вот с людьми с очень древней культурой, традицией, определенным укладом, и это вот замечательное полотно, оно завершает нашу сегодняшнюю прогулку по нашему музею, а всем зрителям хочу в этой передаче хочу сказать, что наша выставка продлится до середины августа, действительно, эта выставка показывает удивительную историю, летописи одного дагестанского селения, которая реально на протяжении столетия велась российскими дагестанскими художниками, которые к этой теме находили разные подходы, разные темы, разные нюансы этой темы и создали удивительную картину, которую мы сегодня вам представляем. Я рекомендую нашим зрителям воспользоваться возможностью увидеть эти вещи в оригинале, потому что выставка продлится до конца августа, но думаю, что благодаря этой замечательной программе по музею эта выставка будет доступна зрителю и спустя годы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok